Тренер Брайан Орсер заметил, что свободы у нее не было и раньше ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать и какие элементы и в каком порядке выполнять. В этом плане работа в Канаде у 18-летней россиянки будет складываться по-другому. У спортсменов Орсера есть личные хореографы, которых выбирают сами фигуристы, а также ледовые тренировки, которые могут быть проведены в любое время по договоренности с тренером. Так как лед и доступен спортсменам едва ли не круглосуточно. По рассказам Тоддберидзе, на катке Хрустальной такой возможности не было, а расписание тренировок было единым для всех группы. Однако оплата тренировок у Орсера и его хореографов в отличие от самбо 75-часовая. А значит, каждое дополнительное занятие будет стоить двукратно чемпионке мира дополнительных вложений. Впрочем, это вряд ли станет проблемой, так как Медведево имеет нескольких спонсорских контрактов, а также остается под покровительством Федерации фигурного катания на коньяках России, которая должна оплачивать тренера для состоящей в сборной спортсменки, вне зависимости от того, из какой он страны. Орсер, в свою очередь, имеет большой опыт работы с федерациями разных стран по контрактной системе. Субтитры сделал DimaTorzok